Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу такую вообще неочевидную вещь, ну, наверное, для игроков, которые только пришли в мультиплеер, потому что для обычных мультиплеер-перчиков это вообще супер база, соответственно, как узнать информацию о вашем враге, мультиплеер-игре, не имея леджера, потому что зачастую леджер, он отключен в мультиплеер-играх по той причине, что он дает слишком много информации, потому что, зная доход вашего врага, сколько у него морали, сколько у него рекрутов и вообще сколько у него войск на текущий момент, вы обычно, в принципе, владеете абсолютно всей информацией, чтобы ту или другую ситуацию скатить в победную, ну, или скорее скатить в говноедскую, потому что если ваш враг видит, что у вас 100 тысяч, то, естественно, он поднимет 120 тысяч. 120 тысяч врага, которые вы увидели у врага, вы победить-то не сможете, вы поднимете 130 и так далее. И, соответственно, воспользоваться как-то информацией, когда открыт леджер, вы в целом не можете, то есть сыграть как-то на скелете, там, переиграть, майнгеймсы, вот это все, к сожалению, когда открыт леджер, это недоступно. Но, ну, я вот расскажу, что делать, когда леджер закрыт. Во-первых, ну, самое важное на начальных войнах это две вещи. Это сколько у врага лимита, а второе, сколько у врага дохода. Потому что, зная его доход и лимит, вы в целом можете предположить, сколько реально может ваш враг поднять. Во-первых, давайте сначала разберемся с лимитом. Ну, лимит до невозможного просто посчитать. Вам нужно узнать развитие целевой страны и умножить просто его на 0.1, то есть поделить на 10 и добавить 6. От этого и строится формула лимита. Допустим, у турка, смотрите, у него на старте 325 развития, то есть это у него 30 лимита, ну, даже 32 лимита. И еще 6 базовых. Так, тегаемся на турка, тег тур, ну и в целом, сколько тут лимита? 40 лимита. Ну, чуть-чуть такое небольшое завихрение есть за счет того, что у него есть провинции, которые производят сено, а именно зерно. И, соответственно, они дают еще чуть-чуть дополнительного лимита. Но, в целом, это достаточно точно отображает лимит той или другой страны, потому что там есть и автономия. Ну, то есть много факторов, которые на это влияют, тот же советник на лимит. Но, в целом, зная приблизительный лимит, вы можете, в целом, предположить, сколько враг может поднять. То есть максимум он поднимет с 38 тысяч, то есть с 38 предполагаемого лимита он поднимет x2. То есть это 74 тысячи. Ну и уже вот от 74 тысяч вам и нужно отталкиваться. То есть поднять 74, прийти к турку и четенько ему объяснить, что в целом он неправ. Потому что поднимать больше x2 ему будет крайне затруднительно. То есть его доход, ну, не позволит ему просто столько поднять. А идти без, соответственно, 74 тысячи, это глупо. Потому что, скорее всего, турок поднимет 74 тысячи. Теперь, как посмотреть доход страны. Тут понадобится механика фаворов, то есть фейвора. Вот, когда мы можем попросить любой страны дукаты за фаворы. Тут нам показывают 15% годового дохода. То есть если мы это число умножим на 0,55, ну или на 0,56, кому как легче, мы узнаем точный доход страны. Сейчас я открываю калькулятор. Калькулятор. Так, так, так. Захват экрана. 48 умножить на 0,55. Получаем 26 дохода. Смотрим через леджер, сколько у турка дохода. Ну вот, 27 и есть. То есть, в принципе, тоже узнали доход. Что вот в целом мы можем сделать с этим числом? Ну, во-первых, порадоваться то, что мы достаточно близко к турку на старте. Второе, это мы можем узнать, сколько максимум он займов может взять. Потому что займ, вот, допустим, смотрите, я открываю вот эту штучку. Один займ, то есть когда мы берем займ, соответственно, во вкладке экономики, мы обязаны заплатить 4% в год как интерес. То есть это процент по займам. Стоит понимать, что количество займов, оно зависит от нашего дохода. Соответственно, количество займов равно моменту, когда наш интерес будет равняться total income. То есть я беру займы, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Он там чуть-чуть увеличится с административными техами, но там, честно говоря, вообще незначительное увеличение. Соответственно, взял займы. Ну и где-то так и получилось. 20 доходов, 25. Сейчас я прокручу месяц. А и... Я же не Lucky Nation? Нет, не Lucky Nation. Вот. У меня кап займов уменьшился до 45. Соответственно, до того, до 20 доходов. То есть я могу максимум взять всего лишь, что получается 6 тысяч займов. Тут я взял кэш 10 тысяч. Выплачу все займы. Беру займы заново. Ну где-то тут и должно получиться 6 тысяч займов. Может быть, чуть-чуть больше. Ну, вряд ли намного больше. Ну вот, соответственно, вот. Наконец-то оно уравнялось. 20.97 у меня процент по займам. 20.70 мой доход. И это... И получилось 6 тысяч займов. Ну, как я и говорил. Ну, и если, в принципе, использовать те же самые подсчеты, то сколько мы будем платить за тысячу монет дохода? Блин, вот работаем с калькулятором. Конечно, душнина. Берем тысячу монет займ. То есть, соответственно, мы будем платить 4% в год. Это 0,04. 40 монет. 40 монет нам нужно поделить на 12. Сколько мы будем платить в месяц? 3 монеты. То есть, на старте игры, когда у нас, соответственно, займ 4%, то есть, у нас нет ни экономики, ни административных идей, которые дают срезание процент по займам, мы можем взять на 10 дохода 3 тысячи монет. Соответственно, у турка 26 дохода на старте. И получается, он может получить где-то 6... Ну, где-то 8-9 тысяч займов. И, соответственно, как это посмотреть? Через великую державу. Если вы не великая держава, вы, соответственно, можете попросить своего другого летчика посмотреть. Ну и у турка где-то сейчас плюс-минус 3 тысячи монет. Это 10 монет по займам. И еще получается 800. Ну, где-то 12 монет по займам он платит. Тег тур. Тег тур. Давайте посмотрим. 8 монет по займам платит. По какой причине? Потому что он Lucky Nation. Ну, в мультиплеере игре Lucky Nation у вас не будет. Соответственно, в целом, ну, где-то 12 монет этот турок и будет платить. То есть, мы плюс 33% к этому числу. Это и получится те же 12 монет. Соответственно, зная, сколько максимум займов у вашего врага, вы, в принципе, можете предположить, насколько близок он к тому, чтобы обанкротиться. То есть, сначала посчитали его доход. Потом посмотрели через великую державу, сколько у него дохода. Узнали, сколько займов он взял. Больше там половины, меньше половины. Если он взял больше половины, то желательно в войне застапхитать. То есть, соответственно, кинуть мир. Если у вас больше 50 счета, кинуть мир на 25 счета. Потому что больше половины займов очень тяжело выплатить. Почти невозможно. Если у него меньше половины займов, то, ну, соответственно, воюйте. Что тут сделать? Теперь поговорим о более сложных материях. Ну, если ваш враг хочет на вас напасть, соответственно, ну, это работает только для старта. В этой игры он будет держать очень большого военного советника. Мы это можем посмотреть в игре. Мы наводим на врага, на турка. Соответственно, и наводим на стат военный. И мы видим, что Тудор Стардемирович дает плюс 5 военных очков в месяц. Ну, соответственно, очевидно, Турция не может потянуть пятого советника на старте. И, скорее всего, ему нужны военные очки, чтобы взять овертех. Также мы это сможем посмотреть и на других очках. Но тут видим, что Турок использует только военного советника. Тегаемся на Турка. Ну, и как я и говорил, вот пятый военный советник. Тут берем второго. Тегкас. Видим второго. Это достаточно забавно посмотреть даже не в военное время. Посмотреть, допустим, каких советников ваш сосед использует. Богатый он или нет. Теперь о вещи, которые, ну, я не знаю, спасало, возможно, меня раз 20 уже. Просто в мультиплеер играх. Соответственно, когда пахнет жареным. Во-первых, это дипломаты. Если, ну, вот, допустим, наш враг это Франция. Да, то есть мультиплеер игра. Мы сидим Кастилия, Португалия, Марокко, Франция. Как понять, что Франция хочет сделать какой-то, ну, вот, какой-то негатив навязать в регионе? Мы открываем Францию и видим, что Франция улучшает отношения с Марокко. Ну, вот реально, какая может быть причина улучшения отношений с Марокко? Ну, скорее всего, он хочет напасть. Он хочет засоездить в Марокко. Поэтому иногда нужно своих соседей прокликивать на подозрительные действия. Улучшают ли они отношения с кем-то из своих соседей? Если улучшают, то вообще какая может быть в этом причина? Если они улучшают отношения со страной, которую вы хотите пилить, или с которой война неизбежна, очевидно, человек хочет его засоюзить. И, соответственно, дать вам в рот. И об этом обязательно нужно поговорить. Вторая вещь – это шпионки и дипломаты. Смотрите, если в вашем торговом узле страна какая-то держит на шпионском торговой силе, то есть Hostile Trade Policy, это значит, что он хочет сделать вас шпионку. Соответственно, если что-то такое происходит, обязательно нужно подойти к человеку и спросить, слово уши, зачем тебе шпионская политика в моем ноге? Ну, скорее всего, он мажет на вас шпионку. Также, ну, это вот редко работает. Вы можете всегда поставить шпионскую сеть во вашего врага потенциального и посмотреть, есть ли там, соответственно, контр-шпионаж. Если есть контр-шпионаж, то, ну, война неизбежна, потому что контр-шпионаж никогда просто так не ставится. Он и так даже в войне очень редко ставится, но если поставили, пахнет жареным. Тут нужно строить крепости, строить войска и готовиться в целом к войне. Теперь о прожатии, ну, точнее, мониторинге территории вашего врага. Вот я тут на Франции интегрировал Англию, чтобы было более-менее понятно. Если Франция, вот так, фра, кэш, 100. Ну, я вот так чисто 150 монеток впишу, чтобы было видно. Я строю крепость в Бордо. Так, касс. Если вы там прокликили вашего врага и какие-то непонятные, на кой черт крепости строятся, то, скорее всего, ваш соперник, ваш сосед, он, ну, крепости тоже не от хорошей жизни строит. Он строит их, чтобы, соответственно, защищаться от вас. Ну, или как минимум он планирует на вас напасть, потому что это верный признак того, что что-то сейчас произойдет нехорошее. Соответственно, да, если кто-то строит крепости, тоже обязательно подойдите к человеку, скажите, ну что там, наша дипломатия, все окей? Или там, зачем ты строишь крепости? Давай вот это обсудим, что ты в целом от меня хочешь. Это тоже важный навык. То есть, видеть, что от вас хотят люди. Если они строят крепости с вами на границе, они, соответственно, вряд ли очень дружелюбно к вам настроены. Да, он может сказать вам там, я вот строю крепости, чтобы, ну, вот мне было безопаснее. Да, в таком случае обязательно нужно сказать, ну, если ты хочешь безопасности, давай-то мы там с тобой союз заключим или не нам. Соответственно, максимально попытаться себя обезопасить. Ну, или вывести человека на чистую воду, да, он скажет, там, я хочу это, это, это. И это уже как бы можно как минимум обсудить, то, что ты там хочешь, там, ты хочешь какие-то территории или какие-то гарантии. И, соответственно, уже строить дипломатию. Потому что дипломатия очень редко происходит в моменте, когда вам на столите засоет. Сложно задиплить с человеком, который уже нанял войска, который уже взял займы, который уже со всеми договорился с вашими соседями, и который уже на вас напал. Так дипломатия редко делается, но перед войной очень классно можно там поговорить, сказать там тыры-пыры, что хочешь, давай помогу, что у тебя с соседями не боишься. Ну, и, соответственно, попробовать ситуацию разрулить для того, чтобы поскейлиться и через там сто лет показать человеку, что он был неправ, что он на вас нападать хотел. И, соответственно, сломать ему трон, там, Париж засиджить, разграбить его. Ну, и теперь я покажу буквально, вот, реально, ну, не знаю, мне кажется, это, это, вот, реально, это высший пилотаж, это, это буквально, ну, это можно достаточно редко использовать, но, смотрите, как понять, что нападение произойдет ровно вот сейчас, то есть буквально с месяца на месяц. Вот оно вот почти-почти и сейчас на вас нападут, даже не видя войска врага, соответственно, что нужно, куда нужно смотреть? Ну, очевидно, чтобы нанять войска, что будет делать ваш враг? Он, очевидно, возьмет займы. Что дают займы? Займы дают инфляцию. Как мы это можем использовать? Мы смотрим на провинции нашего врага и мы видим вот тут дебаф от инфляции. Если этот дебаф вырос, ну, то есть это нужно держать в уме, сколько у него там было инфляции, если он как-то очень сильно вырос, там, на 1%, на 2%, ну, соответственно, больше, чем 0,5%, который базово происходит от того, что вы перебираете займы от торговцев, то он 100% берет эти займы, чтобы нанять наемников, чтобы, соответственно, прийти и сломать вам трон. Да, это можно посмотреть через великую державу, но не уверен, что вы так часто, допустим, открываете великую державу, смотрите займы страны. Скорее, вам легче посмотреть на инфляцию. Вот посмотрели там, прокликали провки, видите, крепость строится, видите, инфляция увеличилась, соответственно, ничего хорошего происходить с вами не будет в ближайшие лет 5. Спасибо моим бустерам, большим, маленьким всем. Поддержка канала, это вообще супер-найс, спасибо. Давайте вот слева направо. Арфак, Арави, малыш на Швейцарии, Сайнт Меркури, ну и Владиславу Голосенко. Большое спасибо, этот канал в основном существует на донаты, думаю, я бы на него забил чуть-чуть, ну где-то через неделю. И небольшая инфа по Боснии. Каточку я почти сыграл, ну точнее я сыграл там до 84-го года, там это все озвучивается, естественно, с озвучкой на моем канале это просто самая наименее продуктивная вещь, которая вообще существует в мире, но в любом случае там есть Дискорд внизу, ссылочка, заходите обязательно. Я думаю, в любом случае скоро там Новый год, соответственно, мы проведем новогоднюю лигу уже в следующем году, новичковую. Не знаю, доиграем, не доиграем, посмотрим по ситуации. А так в целом, если видео было полезно, ставьте лайки, напишите сколько раков вы зажарили за этот год. Вот это мех! Спасибо! Только что набили, давайте я вам помогу.